Друзья, со времен анонса нашей книги прошло много времени, гораздо больше, чем нам бы хотелось. Но мы рады заявить, что один день в древнем мире официально в продаже. Полгода работы, полгода ожидания, и книга канала Другая История готова оказаться на вашей полке. Мы уже выпускали видео с описанием сюжета, и вы его можете найти по ссылке в описании. А пока мы хотели бы сделать небольшой анонс и попутно ответить на ваши главные вопросы. Если у вас таковые останутся и после просмотра этого видео, то милости просим в комментарии, где мы ответим на все. Ну а начнем с резюме. Книга, которую мы предлагаем, это идейный продолжатель наших роликов. Ее главный герой волей-неволей окажется в различных временных эпохах и будет вынужден прожить день-другой в каждой из них. Предстоит старине Тому пожить денек в шкуре неандертальца, кроманьонца, древнего египтянина, спартанца и некоторых других простых работяг древности. Грубо говоря, книга вышла, с одной стороны, в типичном мемном жанре попаданцев, но мы вложили в нее максимально близкие к истине исторические факты. То есть из фэнтези у нас разве что главный герой и его работа, а все, что он видит, пьет, надевает, ест и узнает об окружающей эпохе, это уже наши видео, перенесенные в формат книги, которые позволяют описать все подробнее и затронуть факты, которым в роликах ютуба часто не находится место. Собственно, убедиться в этом можно, перейдя по QR-коду в конце каждой главы. Там вас ждет веб-сайт книги, где будут содержаться небольшие дополнения от автора, наши видео на эту тему и, разумеется, письменные источники, статьи и книги, на которых, в свою очередь, при написании основывались мы. Разумеется, в такой науке, как история, хирургическая точность невозможна. Если вы академик исторических наук, заранее об этом предупреждаем. Мы не академики, но ежедневно шерстим тонны исторических данных. Они также могут устаревать, опровергаться или заново подтверждаться. Разумеется, в книге будут спорные моменты. Некоторые из них появились из-за неизбежного скрещивания с жанром фэнтези и необходимости пойти на некоторые исторические уступки. Некоторые просто спорные, ибо есть сразу несколько точек зрения на вопрос. Ведь спорные моменты есть и в человеческой истории над толкованием, которых историки бьются и по сей день. Пока мы не изобретем машину времени, стопроцентное погружение физически невозможно. Но все же мы проштудировали тонны материалов и попытались представить картину, которая верна, по мнению многих авторитетных источников. По мнению других, некоторые моменты могут казаться неоднозначными. Но мы всегда готовы к позитивному диалогу, как это было, к примеру, в ролике об истории динозавров. Где в нашем изложении нашлись шероховатости, за раскрытием которых мы обратились к каналу, специализирующемуся на этой тематике и с удовольствием посмотрели разбор. Негатива в нашем мире и так достаточно, и лучше оставить его там, а в интернете работать над чем-то интересным вместе. Лишний раз отметим, что это наш первый опыт в написании книги, и литературная часть, разумеется, может хромать. Как и орфографическая, ибо процесс редактуры оказался не такой простой вещью, как нам казалось. До финальной версии добрались орфографические ошибки, за что мы извиняемся и просим списать это дело на наш первый опыт. И раз уж за это зашло дело, сразу поясним, что вопрос заработка при написании книги и близко не был главным. Как вы можете убедиться по ссылкам в описании, цена на книгу весьма демократична. А со своей стороны, даже те проценты с продаж, что мы получим, мы обещаем по большей части пустить на благотворительность для бездомных котиков, за вычетом разве что фундаментальных материальных затрат на создание книги. Об этом мы обязательно отчитаемся с подробными результатами в последующих видео. А мысль, которую мы хотим донести, в том, что нам хотелось создать в первую очередь интересный гибрид фэнтези и истории, который замотивирует кого-то погрузиться в изучение серьезных научных исторических книг глубже. И в случае, если книга вам не понравится, не переживайте. Можете с чистой душой считать, что вы просто пожертвовали деньги на помощь бездомным котикам. А если понравилось, то еще лучше. Вы и котикам помогли, и, возможно, заинтересуетесь изучением истории всерьез. В общем, беспроигрышная ситуация. Теперь перейдем к вопросам. Первый и самый главный. Доставка, возможно, по всему миру за одним исключением, о котором мы поговорим позже. Вопрос лишь в цене, и мы в курсе, что иногда доставка может выйти в разы дороже самой книги. Но, к сожалению, поделать с этим ничего не можем. Это и близко не наши деньги, и даже теоретической власти у нас тут нет. Второй вопрос. Электронные и аудиоверсии. Все это будет, друзья, можете не сомневаться. Но мир книг работает примерно как мир кино. Там фильм сначала должен выйти в кинотеатрах, и только спустя некоторое время становится доступен на дисках и онлайн. Здесь плюс-минус то же самое. Сначала выходит печатная книга, с чем мы полностью согласны. Это старомодно, но все же многим нравится держать вещи в руках. И потом, спустя некоторое время, ее нагоняют другие версии. Это случится и с нашей книгой, о чем мы сообщим в соответствующем ролике. К слову, там же мы отчитаемся о благотворительности за счет тех, кто купил печатную версию. Следующий вопрос, вытекающий из первого, Украина. Друзья, мы далеки от политики и ситуации в мире. Но все складывается так, что пока доставка в страну почти невозможна по причинам, независящим ни от нас, ни от издательства, ни от перевозчиков. Так уж сложилось, и в случае печатной версии сделать ничего мы не можем. Как раз здесь мы просим подождать электронную и аудиоверсии, которую, простите за спойлер, вполне возможно озвучит этот самый голос. Только мы вам ничего не говорили, и это вообще коммерческая тайна, за которую нам перепадет. Ну а на сладкое мы хотели бы поблагодарить всех, кто оформил предзаказ. Мы ни черта не разбираемся в тиражах и внутренней книжной кухне. Но, как нам сказали в издательстве, результаты весьма неплохие, за что огромное вам спасибо. Прямо сейчас заказать книгу, разумеется, можно по ссылкам в описании с нашим промокодом на скидку. Там же вы найдете инстаграм нашей художницы, оформившей иллюстрации, а также страницу издательства и прочие интересные вещи. Если у вас найдется минутка времени, мы будем рады вашему вниманию. Ну а пока у нас все. В следующем по курсу будет ролик с отчетом наших общих благотворительных дел, которые мы совершили с этой книгой. Вы уже сделали хорошее дело и помогли бездомным котам одним лишь просмотром. Ну а заказавшим книгу отдельный поклон. И, надеемся, заряд хорошего настроения. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok